МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верди, «Сицилистская вечерня», «Ломбардцы», «Трубадур». Времена года – блистательный пример неоклассической хореографии. История постановки началась с того, что Джером Робин сочинил миниатюру «Весна на музыку Верди» для солистов Нью-Йорк-Сити балет Киры Николс и Питера Мартинса. Постановка имела такой успех, что балетмейстер решил представить аналогичным образом все сезоны года. В результате получился спектакль «Дивертисмент», восходящий к традициям старинного придворного балета. От исполнителей этот балет требует не только виртуозного мастерства, но и хорошего чувства юмора. В свойственной ему манере Робинс разбавляет лирику шутками. Например, в зиме снежинки сначала зябнут от холода, потирая замерзшие голые плечики, ну а потом, разгорячившись, закручиваются вихри танца. Частная филармония «Триумф» знакомит нас с теорией струн. Теория струн – это уникальное звучание легендарных Гольдберг-вариаций Иоганна Себастьяна Баха в авторской аранжировке гитариста группы «Би-2» Андрея Звонкова и струнного квинтета. Изначально созданные для клавесина в 1741 году 30 вариаций, словно бы не имеющих ни начала, ни конца, завораживали многих музыкантов на протяжении столетий. Андрей Звонков, выпускник Гнесинки, с 2006 года играющий в одной из самых успешных российских рок-групп, не оставляет своего увлечения классикой и регулярно перекладывает для гитары фортепианные шедевры. Гольдберг-вариации Баха так глубоко впечатлили Андрея, что он выучил весь цикл и начал экспериментировать в поисках нового звучания, отличного от первоисточника. Это привело к знакомству с контрбасистом и аранжировщиком Вячеславом Ахмедзиановым. Музыканты решили, что органичнее всего произведение прозвучит сочетание гитары и струнного квинтета. Отсюда и название проекта «Теория струн». За последний год проект собирал полные залы на самых разных столичных площадках. От театра Елены Камбуровой до Римско-католического кафедрального собора теперь очередь за нами. В Центральном выставочном зале экспонируется любопытная выставка, посвященная сотворчеству поэта Маяковского и Родченко, фотографа, дизайнера и художника. Эта парочка создала целую армаду рекламных плакатов, которые стали классикой рекламы. Содружество Владимира Маяковского и Александра Родченко в 1923-25 годах, одно из самых известных в отечественном искусстве привело к появлению знаменитой марки реклам-конструктор Маяковский-Родченко. За несколько лет тандем создал большое количество образцов полиграфического искусства, вошедших в историю дизайна. За десятилетия они определили лицо советской рекламы, выполняли заказы крупных предприятий, создавали вывески и журнальные рисунки, рекламу для витрин и плакаты. Полюбоваться на их работы нас приглашает Центральный выставочный. Не лишним будет напомнить, через неделю, 4 ноября, состоится очередная Ночь искусств в Перми. Всероссийская акция Ночь искусств проходит под девизом «Искусство объединяет». Вы сможете посетить выставки, лекции, мастер-классы и концерты в музеях и арт-пространствах. Они будут работать до позднего вечера. Успевайте провести свое свободное время увлекательно, иначе будни вам этого не простят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова